Многих интересует вопрос, какие же противопоказания существуют для проведения процедуры микропигментирования в зоне бровей и что будет, если эти противопоказания нарушить? Я Ирина Гаевская, врач-дерматолог, косметолог с многолетним опытом, мастер по микропигментированию в зоне бровей и не только, расскажу вам подробно сейчас об этом. Меня часто спрашивают мои клиенты, студенты, коллеги, что же будет, если нарушить противопоказания и какие последствия при этом возникнут? Давно прошло то время, когда клиент пришел «Здравствуйте!» и ушел «До свидания!». На сегодняшний день, прежде чем проступить к самой процедуре, мастер обязан поговорить с клиентом, собрать анамнез, узнать его запросы, а потом уже время остается на саму процедуру, на качество ее выполнения. Вся ответственность за процедуру лежит как на клиенте, так и на мастере. То есть задача клиента раскрыть все свои проблемы, задача мастера не упустить ни одну проблему и понять, насколько она противопоказана в данном случае. Итак, острое заболевание или обострение хронических состояний. При несоблюдении этих правил возможно еще большее обострение тех состояний, при которых проводится процедура. Слоны с килоидообразованию – это общее противопоказание и категорически нельзя проводить процедуру любую с повреждением кожи, так как можно спровоцировать еще один килоидный рубец. Еще одно общее противопоказание – это любые заболевания кожи в зоне бровей. Это может привести к еще большему обострению или сугублению процесса в отношении этого заболевания. Общее противопоказание – беременность, кормление грудью. Сюда же можно отнести любые гормональные патологические состояния. Это чревато как для самого ребенка или плода, так как может анестетик передаться через кровь, а также это чревато в отношении эффекта после процедуры. При любых гормональных сбоях – обеременность, кормление грудью. Это является гормональный сбой в организме у женщины. Эффект от процедуры может быть непрогнозируемым или нежелательным. И последнее состояние или противопоказание – это аллергическая реакция или аллергическая настроенность, либо в анамнезе, либо выяснено в процессе процедуры на анестетик. Здесь категорическое табу – это может провоцировать крапивницу, излишнюю гиперемию, выраженную отечность, либо другие аллергические состояния. Поэтому очень важно придерживаться всех этих правил со стороны здоровья самого клиента и со стороны эффекта от нашей процедуры. Итог в том, что правила есть и их нужно соблюдать, дабы не получить нежелательные последствия. Всем клиентам я желаю найти своего мастера, а всем мастерам быть более ответственными и профессиональными. Не пропусти мое следующее видео на тему различной реакции в процессе микропигментирования в зоне бровей и возможные варианты оказания помощи. Если вы считаете, что это видео вам было ценно, интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи!